МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы с вами продолжаем смотреть за Дотой. У нас очередной матч Zephyr против Execration. Напоминаю, что это из-за интернешнл, точнее, квалификация к этому самому интернешнл четвертому. Квалификация у нас Сия. Второй, получается, игровой день. Ну и последний матч на сегодня. Пока по официальному плану, да, последний матч. У нас могут быть еще тайбрекеры, это пока неизвестно. Но, в целом, будем смотреть матч, который не решает абсолютно ничего. Ну, разве что только положение, наверное, команд по таблице. Там, драка за топ-10 мест. В общем, вы сейчас все увидите на своих экранах. Вот, смотрите. Кстати, неодновленная статистика. 2-6 у Zephyr, они сейчас повыше, чем у XTN. Так вот, ну, 9-10 место они в любом случае занимают. И тут, понятное дело, что даже если кто-то победит, ничего, это у нас никакой роли не сыграет. Так что, имейте в виду, давайте быстренько посмотрим статистику. Видим, что, ну, винрейт хороший у нас у Zephyr. У XTN не очень. В среднем характеристики у Zephyr и Dota тоже получше. Давайте сразу перейдем туда лучше к пикам и будем смотреть. Итак, Zephyr, Zephyr, Dota. Пока не взяли еще никого. У них First Pick. В банах у нас Invoker и Doom. Также Батрайдер и Нагу забанили ребята из X-Cration. И по пикам, по пикам будем смотреть. Сексимабу на капитанском слоте. Их стенов пикает на этот раз Fox. Ну, вот вчера был капитаном у них BG-01. Какие-то, видим, ротации произошли. Ну, ладно, ничего страшного. Да, кто смотрел, я не знаю, предыдущий матч. Сыграли Zephyr против Scythe. Там, в общем-то, достаточно интересный матч был. И победил Сексимабу в этом матче. Не команда Zephyr, а Сексимабу. Потому что он на Рубике воровал абсолютно все. И Black Hole, и Eclipse был с Аганимом. Ну, в общем, понимаете, очень жесткий Рубик был. Посмотрим, хватит ли ему способности, что ли. Концентрации или чего-то еще настроя, чтобы победить и в этой карте тоже что-то интересное продемонстрировать. Но пока у нас First Pick, и думают еще Zephyr. И до сих пор не взяли себе даже первого героя. Не знаю, через кого будут играть. Ну, мне так кажется, что вот в этой карте должно быть какое-то... Какая-то, не знаю, какая-то каша должна быть. Какая-то клоунада. Потому что, ну, команда прекрасно понимает, что ему уже ничего не светит. И поэтому могут взять каких-то героев просто уж, ну, вот. Вы понимаете, да, о чем я говорю? От балды какие-то персонажи. И попробовать покатать с ними. Типа такого сумбурного папчика сыграть. Посмотрим, так ли это будет или нет. Ну, вот, тут уже первые намеки на это есть. Собирают котла First Pick'ом. Ребята из Zephyr. Ну, я думаю, тоже из этого же разряда, что должно залететь. Пока думаю, это очень долго-долго подходит к выбору своего персонажа. Уже даже тратят дополнительное время. Ну, окей. Давайте будем смотреть. Ну, на параллельных матчах, на параллельных стримах у нас игры должны быть немножечко поинтереснее. Ну, там, потому что еще все-таки решается судьба некоторых команд. Вот, там распределение, особенно со второго, будет по шестое место. Очень серьезное. Там команда имеет по три поражения, собственно. И вот они будут претендовать на что-то. Ну, что, Кентавр Рэвшекер заезжает у меня пиками от Execration. Двух станнеров себе таких жестких набрали, ребята. Окей. Второй пик в этой стадии от Zephyr Dota. Посмотрим, что возьмут. Да, ребят, так же, собственно, если у нас будут какие-то переигровки, они будут все сыграны на канале StarLadder 1. Так что мы там будем как-то свапаться или что-то еще будем комментировать. Так что имейте в виду, так что у нас на каналах StarLadder 2, 3, 4 сейчас идет ровно по одному последнему матчу. Потому что все дружно перетянемся на канал StarLadder 1. Ну, еще раз также вам напомню, что плей-оффы этой квалификации начнутся у нас уже завтра. Также с утречка ворвемся, будем комментировать. Может быть, даже ближе к обеду. Посмотрим. Так, ну и шату демона забрали себе Zephyr Dota. Окей, по первой стадии пиков уже сделано. Давайте смотреть за второй стадии банков. Убирают от Fold of Aura. Но в целом, пока у Zephyr Dota есть связка с субпортов. Получается, у Zephyr Dota есть оффлейнер и субпорт. Разбираются с мидером. Видим, что минус-даблар ассасин также еще по одному бану осталось сделать. Я очень надеюсь, что команда нам продемонстрирует какое-то нереальное мясо. Будет действительно на что поглядеть. Продолжение следует... Ну что у нас, в теории, не минус Ancient Separation, минус Bloodseeker от Exegregation. Ну, Zephyr Dota играли через Bloodseeker. Как раз-таки тот самый предыдущий матч. Я думаю, мы Exegregation как раз наблюдали за своими противниками будущими. И, зная через что те могут сыграть, решили избавиться от этого персонажа. Окей. Так, ну что у нас. Минус Expiration, да. И пошла вторая стадия пиков. Забирают что-то у Финда себе. Exegregation. Ну, точно здесь такие не самые однообразные персонажи возникают. Тут уже большой-большой плюс. Есть на что глянуть. Есть на что посмотреть. Командам Respect. Будем смотреть дальше, какие герои вообще набирают. Ну, в целом, что получается? Есть оффлейнер, получается, есть суппорт. Есть еще мидер. Ну, или как керри-герой. Вот Сларк забирает Zephyr Dota. Ну, Сларк это один из самых любимых героев, ребята, Zephyr. Частенько они на нем отыгрывают. Ну, персонаж, скорее всего, для Кори. Он на нем очень любит исполнять качество керри-героя. Продолжение следует... Так, Cyber of Mage заезжает от Exegregation. Миран от Zephyr Dota моментально. Ну, вы смотрите, Сларк, в принципе, может пойти и в качестве оффлейнера, наверное, для Сексы Бамбу. Потому что есть Миран, но все-таки с Мираном трипла будет посерьезнее выглядеть. Ввиду того, что там все-таки есть очень интересные связочки и комбинации способностей. То есть Disruption плюс Soul Catcher плюс Arrow, например. Disruption плюс Soul Catcher плюс еще и Illuminate от Котла. То есть это очень неплохо будет выглядеть. Ну, а Сларк спокойно может стоять на легкой линии, например, один. Трипла отправится в сложную. В общем, у Zephyr Dota есть различные варианты расстановки своих линий. Skyward of Mage, скорее всего, у нас будет в качестве мидера. Или, может, в качестве 7-суппорта. На самом деле, тоже Skyward of Rage. По-разному юзают у нас команды в профессиональной Dota-сцене. Так что будем смотреть непосредственно за текущим исполнением на этом герое. Exegregation у нас банят временем мидера. Да, минус пак. Собственно, как раз мидера и Zephyr ему не хватает. Ну, и решили из Zephyr, что имидера из Exegregation не хватает. Убирают шторм спирита. Окей, по одному пику осталось сделать. И к самой карте непосредственно будем переходить. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что, по одному пику. Давай, Фокс, набирай себе последнего героя. Кто же это будет? Пудж! Пудж! Вот это да! Вот это катка! Хорошо! Вот это хорошо! Ласт пиком заезжает Пудж от Exegregation. Это просто потрясающе! И Axe от Zephyr, Dota от Blitz. Окей, выбор сделан, дорогие друзья. Давайте поставим ингейм. Будем смотреть. Ну, Пудж, это уже великолепно. Видите, призовой фонд уже составляет 5 389 000. Уже близка цифра 5 500 000. Новый ачивпент в компендиуме совсем скоро. Круто, круто, круто очень. Молодцы, что поддержите турнирчик. Покупайте компендиум и делайте проще нужные ништяки. Итак, ну что, посмотрим, кто так он будет исполнять. Фокс у нас будет на Скавера в Бейджи. Эда на Эрф Шекере. А Бенжи играет на Шадоу Финде, Биджи 0-1 на Кентаври. Ну, и Ниндапуги на Пудже. Хорошо, и Зефиры. Йосин. А Миранис, Акси Бамбу, будет играть на Кипер Озелайт. Пурдж у нас в Шадоу Демон. Блинз будет играть на Акси в Мите, кстати. Ну и Кори, да, взял себе Клокверка. Ну что, выбор сделан. Ребята будут располагаться по героям. Я вот, секундочку, кое-что еще сделаю. Good luck, guys. Желаю друг другу, они, собственно, хорошие игры. Ну и мы тоже им пожелаем красивого исполнения. Ну, в частности, конечно же, ждем на... Good luck, Роуд Ти-чет-пять. Ну, две команды, конечно, прекрасно понимают, что им на Ти-четвертом уже делать нечего, поэтому только на пятый Интернештл они смогут попасть. Да, на Испике, говорят, давайте будем... Что они тут интересное делать, смотрите, поставили в артест, они будут феррус-плат Миди делать на СФ-чике. Да, смотрите, Шадоу Финт уже спрятался. Там будет дисрапшн, и потом просто будет взлетать Эрро от Йосина. Давайте посмотрим за исполнением. Ну-ка, 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 очень интересный момент. И так, выходит у нас и СФ-чик, Абендж. И... и СФ-чик. Там крипочки. Пурч, Витит, Витит прекрасно. Ну, давай, заходи уже в спину. А почему? А почему сразу не напали? Могли прям между Товерами сделать феррус-плат? В итоге сейчас Блиц будет вынужден отгонять СФ-а от крипов и заставлять его оттягиваться назад как раз под эту триплу. Вот в спину будут выходить, смотрите. Так, ну это будет феррус-плат, конечно. Абендж спрятали. Дисрапшн. Залетает Эллиминейт. Эрроу по таймингу. Эллиминейт. Больно очень. Это феррус-плат. Ну, вчетвером соорудили феррус-плат, ребята, из зефир-дота. Уничтожили Пурджа. Точнее, уничтожили... Это Пурджа уничтожил. Уничтожили не СФ, а Абендж. Абендж возвращается на зубнид. Так вот, с Ниджи у нас, конечно же, фармит Пудж. Ниджи буги на нем. Сталшил себя прокачал. Левел первый пока. Видим, без какой-либо способности. На топе у нас Кентавр стоит сапогом на оффлейне. Кори на сладке против него будет играть. Уже прокачался сейчас Шифт, чтобы воровать какие-то статы этого Кентавра. В целом стандарте. Смотрите, что опять делают ребята из зефир. Они снова в чужих лесах и снова хотят сделать килл. Здесь стоит Эва. И сейчас Скай в Рафмейз. Вдвоем. Их ждут, их просто ждут. На этом хайграунде. Такой трэш. Давай, давай, давай. Давай, выходи. Драться давай. Вот. Вот, Эва побежал. Отлично. Спрятался с деревьями. Пурдж не видит. Пурдж его просто не видит. Видит, сейчас не видит. Поставьте вордец. Нету ворда. Ворда нету. Такой бред. Эти на хайграунде стоят. Да, они в прецептажной палите. Перемещение. Смотрите, в спину заходит у нас снова. Ой, я че, тут демон. Палул. Подставляется под кое. Он получил фисурку. Просто умирает. Потянулся на ниндзябуке. Опа. Не давал. Давал хук, конечно. Немножечко не зацепил. Хук коротковат будет. Он теперь у него с Ларксула убивает. Доброе. А такое мясо начинается. Эфир 2-1. Пока ведут ниндзябуки до конца. Замедлится к себе бамбу. И будут убивать. Там залетает Кайлы. Причем не очень точно это обенджа. Но последний тучок он сделает. И фраг зарабатывает себе. 2-2. Очень интересный матч. Есть то, что посмотреть. Окей. Так, ну что у нас там? Возвращается СФ мид. На этот раз пока нет его оппонента. Блинзис сопротивляется с Эвэ. Эвэ хочет забрать рунду генерации. Не дает Блинз. Оттягивает к себе. Пытается обойти. Не получается. Плывет замедление от Фокса. Ниндзябуки сюда тоже подтягивается. У него нету в принципе маны на то, чтобы дать себе хук. Но в принципе он может так вот замедлять. Очень жестко своим ротом. Делает фраг. Сэксимов пытался на секунду тачковать. Опять же без маны будешь. Поэтому с Эфитом не сможет. Ну и 3-2 в пользу ребят из XTN. Ну что, очень даже интересно. Смотрим дальше. Бинзис 0.1 покупает себе сапог. Да, сапог у него изначально был. Сталт Шилд. Левел 3. Его в Коре уже один раз в соло набрал. Пурман Шилд покупает. Есть так же орба в Веном. Ну и хватает денег на сапог. Смещается на топ лейн у нас саппорта из Зефир. Ну это вот самая дабла, что это демон плюс Миран. Они все время будут работать вместе. Но правда здесь прошлись по вардам. Поэтому, собственно, кила сделать не получится. Так, Фиссурка на сексе бамбу. Ниджа будет сюда подтягиваться. Опять же нет у него маны на хук. Ну хоть какие-то клэрити по ушам бы оттаскал, что ли. Я не знаю. Трико в Базилию с какой-нибудь приобрел. Без маны, конечно, совсем не весело бегать. А так был бы фраг за фрагом сейчас бы он сделал. Но у него было несколько возможностей, чтобы просто одним хуком сделать фраги. Вот один из моментов он уже потерял точно. Так, выход на Абенджи в мид будет. Снова Шадо Демон плюс Мирана. Под смоком на этот раз. Блинц Дота пытается разменивать Абенджи по хп. На Абендж этот раз стоит очень аккуратно. Справа вот этой линии. От центра. Правда, зацепила здесь Блинц Дота. Будет дисрапшн. Есть салт кетчер. Рукочит дать. Прям точно в крипа дает нас здесь Йосин. Это Тер. Он не очень-то удачную позицию выбрал для исполнения этой комбинации. В итоге ничего не получилось. Окей, Таммер Шекер тем временем снизу котла все-таки запинали. Секси Бамбо у нас отъехал. Нельзя погнуть. Нельзя бугить. Я себя только вот нафармил. Наполучил точнее маной на хук-хук. Уже левел четвертый. Сапог приобрел. Продолжает фармить дальше. Так. Есть среднем Блиц. Абенджи разлетает. Точно под эру подставил его Блиц. Под салт кетчер. Блиц разобрал. Ну с руки конечно облдамеджем. Это дело не очень-то и простое. Не очень-то и тяжелое точнее. Есть у Ботулы Блица. И тоже у Левел-4. Там Кори, кстати, достаточно неплохо гоняет биджи 0-1. И Сларк свою линию выигрывает просто в салат. Посмотрите по этим ксам. 23 на 6 у Сларка. У Китавра всего лишь 7 на 1. Превосходная игра от этого Кори. Есть у него уже третий паунс. Ну и пытается брать Тавр. Еще Сейдж Крип тоже рядышком. Пробивает. Не хочет составлять Тавр Дунайбл. Но правда, что тут Дэнс есть. И в принципе можно, наверное, подраться. Сейчас пытается Кори смотреть. Пойти, пойти, пойти за этим Тавером. Так, сцепил паунсом. Тавр все-таки упал. Ну и бидж 0-1 просто в соло разбирает Сларка. Отличная игра. 5-3. Шестая минута встречи пошла. Да уж. Кровь, кишки, мясо. Так, на территории Пуджа разобрали ребята из Ефир. Тот уже оказались моментально. Бурж вместе с Хеосином снизу. Хорошая фиксурка в исполнении ЕС. Отрезает он дорогу до своего суппорта. Не позволяет сделать фраг. Ну и Фокс, конечно, остался в живых. Ну 5-4 сцепь счет. Неплохо, неплохо. Так, СФчик в миде против Блица. Ну, СФ уже получил Ивл-6, у него 3-й кайлы. Поэтому он может расстояние держать до Вакса. Не подпускать к себе поближе. С Ларк, теориенем, снова убивает Кентавра в соло. Как он это делает, я вообще не понимаю. Но окей, фраг он сделал на нем. Покупает себе Белт. Ну и будет у него ПТ. Достаточно быстрые артефакты появляются. С учетом того, что он примужечный Сепарман Шилл. Купил обо Веном, Мэджик Вонд. ПТ, вот, получается, на 6-й минуте. А теперь у него снизу какая-то Кентавасия происходит. Ниджа Буги. Прячет его. Дистрапшн, Эллиминейт, Террол. Точно, Ниджа Буги просят очень сильно. И издалека его просто убили. Шадоу Демон зарабатывает себе фраг. 5-6. Пользуй Зефир. Да уж. Но эти Мирана плюс Шадоу Демон, конечно, вездесущие просто. 4 ассиста, видимо, имеет ее оси на Миранке. Шадоу Демон пока 2-1-1. На целом, видимо, из всех своих фрагов они в большинстве участвовали. Молодцы. Чуть-чуть четко играет. Так, Терренин Кентавар влетел. Но надоело ему стоять на сложной линии. Приговаривал Мирану за счет Дабл Эдж третьего уровня. На сложной линии просто сларда всех убивается. Себамбу непонятно, что чем здесь занимается. И у Абенджи будет сейчас доставать. Сапоглого Собхэст есть у нас у Абенджи. Нет ПТ-шки, была бы ПТ-шки, догнал бы однозначно. Ну и Коттл уходит. А Теренин в миде на Блица напали. Блица истерзали просто под слампидом. Затоптали. И Дабл Килл Байби Джи 0-1. 76 уже в пользу XTN. Отлично. Снизу у нас все временем Пуджа. Сапог есть, есть бота левел 6. Сексибамбу приносит себе траквилбуцы. А Абенджи подфармивает на свой Мидас. Где Пудж? Пудж снизу решил пофармить. Левел 6 пока. Хочется последний хукшот иметь. Уже потом, наверное, начинать активничать. Не знаю, на Пудже можно повеселее как-то было играть. Уже какой-то пассивный немножечко недобоги. Кори к нему приходит. Будет убивать Пуджа. Но хочется он это сделать. Покупает, кстати, ПТ себе. Есть уже робот-демаги. Ну, стандартный Драма Фэнджелс. Ну и снова Пудж вместе с Асином. Еще цель. Пока бегает, правда, по вардам. Стоит здесь хороший обсервант к XTN. И видит эти перемещения. Кентавр, наконец, сместился на этот раз на топ-лей. Но на этот раз он пришел сюда не один, а вместе с суппортом. Чтобы Кори его не убивал в соло. Эва Сапог хочет купить себе Аркейн Бутси. В спину, смотрите, заходит, что тут делаем плюс Коттл. Приходит сюда Нинджабуги. Пошло замедление. Хочет дать хук. Хук, точно! Вшану демона, хорошо! Койлы разобрали. Отличная игра. Пытается уйти у нас Коттл здесь. Но придется ему идти по Тауэр прям. Сюда по металльной ТП. Оп, это Пудж. Уже имеет, кстати, Боттл. Будет у него хук. Ну-ка, давай хук. Опа. Даблкилл бай. Нинджабуги. Красавчик. Красавчик, красавчик. У нас Нинджабуги. Наконец уже активизировал своего Пуджа. И начинает нас выдавать хуки налево-направо. Ну и 9-6 пользу к стенам. Блитц в нас все время трактный бутсиба. Джек Вонт пытается в инвизи достать Эво. Эво сейчас, кстати, найдет. Сейчас подцепится еще ее осин. Так, стену. Лэрл залетает. Опять четкая комбинация. И... И Куилинг Блэйд от Блитца зарабатывает себе фраг. На теории МСФ все-таки нафармил себе на Медас. Окей. Начинает его активно юзать. Ну и фармит себе какие-то шмотки. Так, Нинджабуки хочет убить Кори. Кори это единственный, по-моему, главная боль сейчас для команды X-10. Потому что он вот больше всех фрагов надел. У него лучше всех шмотки. Так, Фокс. Кидает у него Сайленс. Есть замедление. Тарфакт взбивает. Паунт Саут пытается сделать. Под Стампидом Нинджабуки. На развороте Кори, кстати, смотрите. Спрятался в Шаду Дэнс. И... Не получилось ничего сделать у ребят из X-10. Эбэ. Физурку сейчас накроет. Нинджабуки дай хук. Моментальный смок. Не получилось ничего сделать. Под смоком. Зефиры. Что же сообразят такого интересного? Ну, был бы в лице дайгер, конечно, было бы все намного проще. Влетал бы там. Эллиминейт и так далее. Все очень круто было бы. Но дайгера, к сожалению, нет. Пытается он фармить стаки нейтралов. В чужом лесу здесь четверо из X-10 просто спрятались. Ждут атаки. Нинджабуки один никого не боится. Вылезает прям. Пловит эллиминейт, кстати. И тут уже появляется урна. Ну, достаточно классический скилл билд и айтем билд от Пуджа. Так, Абэдж подфармивает топ. Ну, с Мидасом больше ничего не надо делать. Только фармит. А теперь им корейцы, чтобы далеко зашел. Терпакт пытался сбить с себя Саленс. Получилось это сделать. Нинджабуки у Дики Тава. Да, ему тут возможность кукануть. Ну, и с Мираном ментально юзается. Да, и Сларк снова выживает. Баттл в ласт пейс. Ну, действительно, так оно и есть. Последний слот у нас драка. Так, эллиминейт. Какой-то абсолютно всех в этом лесу. Ну, пытается. Это сделать у нас Коттл. Так, Пиджи-01. Заходится на Блиц. Прямо туда, в чужие леса. Кори подставляется сразу под Пуджа. Надо пытать хук. Да и хук же тут дэнс. Почему-то его держа. Просыпает команда Зефир у нас по ХП. Блиц приговаривает, видим тем временем, Кентавра. Пока 1-0. Зашел у нас Абэн, ждал ультимейт. Не убил никого. И... Сматываются. И стены. Фисурку. Дайв же фисурку. Эфа. Меняет эти фисурки. Выдает в итоге не точно. Йосин здесь подставляется под колон. Не подставляется. Эрл залетает. Все мимо. ВВ. Койл залетел хорошо. Кори теперь не прыгивает. Фокса. Фокса они убили. Это минус 2. Кори идет дальше. Будет у него сейчас панс. Находит Эва. Фисурка. Хук в своего. Ай-яй-яй. И будет держать. Ниндзя Буки жрет Кори. Кори будет умирать. Все-таки, да, Кори умирает. Эллиминейт залетел. Тут уже Блиц приговаривает одного. И... Второго. Два Куилингплейта. Мультикилл. Один здесь. Нас опять приходит сюда Путш. Кентавр пытается застануть Блица. Блиц купил себе тайгер. В принципе, может уже умирать. Ловит Сайленс. Да, Блиц отправляется в таверну. Ну и Патпу тоже забрали. Какой-то трэш просто произошел здесь внизу. Одиннадцать в итоге выиграли ребята из XCN в этой драке. Двенадцатая минута встречи. Пытается убить Скай и Секси Бамбу. От Фокса Расскаст. Еще одно замедление. И... Би-джи-01. Хочет дать дабл-эдж. Прячется Секси Бамбу. Сейчас будет Куилингплейтом еще выжирать деревца. Смотрите, так проедает себе проход. Но получался неплохо. 300 дэмэджа. И Кори сюда приходит. От кита, вроде, да не уйдет. У него даггера нет. Ой, туда прыгнул Кори. Еще это не ТП. До конца пойдет Сларк. Давай-давай-давай. Цеплять-то надо. Цеплять надо. Давай. Но Би-джи-01 есть, в принципе, стампит. Уй, ниндзя-буге. Хук. Давай, Хук. Ниндзя. Опа. В котла приговорил. Хорошо. Хуком. Китара подозцепили, конечно. Тарпакт юстит. Ну, правда, Би-джи-01 очень плотный персонаж. Получается, там Би-джи-01 все равно умирает. На пушке, вредим, разбирается с Блицом. Блиц уже на даггере. Прыгивает, его хватает. Пытается делать тэп-аут. И успевает. Сделается хорошо. Немножечко не хватило анимации атаки для Буржа, чтобы... Анимация сплата, чтобы считаться не сравненьким. Так. Ну и 12-13 у нас. Ну, взаимные перемещения, конечно. Посмотрите, графики в нулях. По экспе в плюсе немножечко к стене. На самом деле, вот это все не очень важно. Потому что здесь идет игра, не какие-то стратегии или чего-то еще. Здесь просто ребята взяли героев и идут воевать папчик. Самый настоящий пап здесь происходит. Всегда в каждом папе есть пудж. Это обязательно. В каждом папе есть плотный чувак, который идет в мид, покупает себе медал, пытается выформить себе хоть что-то, как керри-герой и бесконечно фармит всю игру. Потом выходит, когда уже база его сломана. Есть суппорты, которые вроде бы чем-то занимаются, но непонятно чем. В общем, все как в папчике. Как мы любим. ММР 4К. Прямо так оно и есть. Бегают все время. Связка каких-то суппортов. Два пацана, которые заходят в пап, берут себе комбо и говорят, ребят, давайте будем убивать. Это шадо-демон плюс Мирана в данном случае. Блиц на аксе. Сагрин пытается забить нельзя боги. Прибивает его. Эй, выдал какой-то бесполезный ультимейт. И... И все. Пуджу, конечно, играть не дают. 4-4-3 у него. Сапог потал. Урна. И не сдается мне, что это будут последние его артефакты, которые надо фармить. Потому что постоянно будет его сливать. А теперь у него заходит Абендж. Купил себе шадо-блейд. Соло пытается сделать фраг. Ловит Эро. Прямо в плитык. Такой провал. Не получился ему реализовать свой шадо-блейд. Сейчас он его покажет. Потому что выйдет из Элиза. Нет, он пытался уйти. Вроде уходит. Ну, кто-то не понимает, что происходит. Я вам напомню. Дорогие друзья, у нас играют Zephyr против XTN. Матч, который вообще ничего не решает. Они дерутся за 9-10 место. То есть за последние места в своей... В этой квалификации. Никаких шансов у них на выход в плейд не остались. Поэтому они просто берут поджарь и играют в такую вот доту. Мы это с вами комментируем. А то элитно. Элитный папчик. С профессиональными игроками. Итак, Сакси Бамба у нас поин-бустер себе купил. Спрятался. А Бенш тоже спрятался. Может, это пока у него откатится шадо-блейд. Сакси Бамба продержает... Прогрызает себе деревце, видим. За счет Кулинг-блейда. Ну, выбирает просто позицию поудобнее. Но и Ниджа Буги. Снизу 5 на 5 вообще. На 15-й минуте. Подцепили Кори. Вретает биджеда-диль. Купил себе даггер. Рэрл дисрапшн моментально. Хорошо сэвид Шадо-дил. Он заходит Ниджа Буги. Будет съедать Кори. Кори пытается уйти. Еще и уходит. Да вы смотрите. А там Акс уже разрывает даблкил. Минус 4 в исполнении, ребята, из зефир дота. И это минус 5. Хорош. Да, отлично ворвался Акс. Опять эти иллюминейты, конечно, с Сакси Бамбу. Они свое веское слово сказали. И Бритс дота. 6-3-5. Ну, и будут пытаться подпушить, наверное, два тавера снизу. В принципе, пуш это особо нечем. Из героя такие, что просто будут бить с руки. Ну, и этого должно, в принципе, хватить. Парказа, это два тавера. Это будет третий тавер в их копилку. Сами потеряли только один. Ну, деф ведь просто тупо нечем. Да, и... Киперозу лает. Очередный денежку себе в карман ложит Сакси Бамбу. Покупает себе став. Конечно же, будет золотый аганим. Осталось 1200 монет уже до этого аганима. Так, стампит. Найдзю бить Сакси Бамбу. Измерение от Фокса. Абиджи 0-1 ворвался. Разорвали лицо. Дофармился Коттл. В смысле этого ожидать. Здесь Сиреня Фурж ставит в ордец. Прямо перед носом Эвэ. Этого Эвэ может заблять. Где же его? Опа! Бинжи 0-1! Ой, там Нинджа Буги, извините. В Корее. Дал хук. Но, опять же, Сларка убить не так-то просто. Сларк и в предыдущем за месяц тоже вышел после атаки. Покупает Драма Фэнджанс. Глаза Фэст. Ну, по всей видимости, Майор Шторм какой-то у него намечается. Или что-то типа такого. Ну что, Абенш на топе фармит. У нас после Шоттл Блэйда ничего нового не купил. Не получилось реализовать хороший Реквейм Уф Соллс. С Инвиза. И вышло. Так, Блитс в Инвизе. Абенш, кончится Шоттл Блэйд. Нужно куда-то сматываться. Дает Коэл. Раз-два. Видели его? Да, цепляется Блитс. Эрро прямо впритык. Штарф Тормы. И Квилинг Блэйд сверху от Блитса. У него же Блэйд Мэйл собран. Видите, дальше исчезать противника. Для Паба, конечно, Акс это самое то, что надо. Лучше не придумаешь. Так, снова Эва. На этот раз Кори врывается в Эва. Эва. Дал ультимейт и умирает. Кори его просто забрал. Да, ну и 20-15 сейчас потихонечку из эфира выходит вперед. Опа, пришел. Хук. Мимо. Мимо не подойдет ни по кому. У нас ниндзя боги. Не очень получается играть сегодня на Пудже. Прямо скажем. Знавали мы Пуджей получше. Но он не сдается. Он сейчас будет хуки за хуком давать. Может, например, что тут демон он хорошо подставился. Нет. И Близз готов тоже врываться. У него есть даггер. Так, врывается Кентавер. Стан не точно. Кори сразу по кулдауну прожимает архпакт. Эрро. Ой, эрро. Здесь хук в исполнении Пуджа. Тоже мимо. Не терпит миддик стен. Ждут оппонент, когда тот будет врываться. Да, они потихонечку из эфира, видимо, давят линию. Хотят забрать Тейтин Тауэр. Эти иллюминейты из боков залетают. Ох, как Фокс просел. Очередной хук. И очередной раз мимо. Ниджебуги уже имеет промок стрик. Штуки три подряд. Так, теперь они, кстати, поймали. Кори. Кори пытается уйти под Саленсом. Да, ментальный дэнс. Блитс тоже сматывается. И все выжили. Бегает, правда, Абэджа. Дает хук. Хук в аксе. Хорошо. Но акс не самая лучшая цель. Мечает бейтмейл. Эрро на развороте залетает. Фисурка по троим. Добить просто нечем. Но никто не умер в данной ситуации. Мы видим, все в живых остались. Сакси-бамбу сзади бегает. Ну-ка, ниджебуги. Есть стики. Стики-хук. Стики-хук. Вот, стики прожал. Хук не дал. Теперь уже не достанет, наверное. Сакси-бамбу. Продолжает выжирать себе деревца. У тебя бегает сейчас, найдет Сакси-бамбу или не найдет? Аккуратное перемещение. Сакси-бамбу. Деревца ломает. Ну вот, после последнего патча мы знаем, да? То, что когда ломаешь дерево в чужом лесу, их не видно. Что они падают. Чтобы не испариться. Поэтому ниджебуги сейчас тоже. Знает, примерно, джукотл где-то рядом находится. Но его найти не может просто. Такие вот интересные перемещения. Окей, снова помиды идут зефиры. Пытается снести тавер. Здесь у нас пудж выбирает вот себе вот такое положение на хайграунде. Чтобы дать свой хук. И Сакси-бамбу, наконец, под инвизами раны. Смог вылезти. Кори тоже здесь. Прыгает сюда на паунте. Ты себе что-то купил? Купил он себе... Да, Майл Шторм уже готов. Майл Шторм уже имеет. В 20-м минуту встречи пошла. Тем временем Блиц ворвался. Иршекер где-то изничтожил. А, снизу, видимо, Иршекер пытался нафармить себе на даггер. И... Ну, видимо, что у него еще не надели. Потому что до этого. Кори. Успевает. Битч 0-1 провязать даггер аут. Шаттудэнсер должен юзать Кори. Кори выходит. Так, у нас ульта от Бенжа. Пытается убить котла. Форстафы пошли. Не совсем точные койлы от Бенжа. Хук очередной раз мимо от Нинджа Буги. Да, но плохо играет. Не получается у него куковать. Просто не везет. Блиц. Подставляется. Под ультимейт от Фокса. Иллюминает еще один. Очень больно. Идет Кори до конца. Подцепили Абенджа. Под Терру он стоит. Тоже распадается. Это минус 2. Кори пытается смотаться от Нинджа 0-1. И его просто дайвит по всем сторон. По всем сторон. Блиц пошел вперед. Ниндзя Буги умирает. Правда, суицидится сам за счет рота. Кори впрыгивает у нас, видим, на Кентавр. Тоже убивает Эва. Ну, не хочется терять деньги. Опять же, на Таггер немножечко осталось. Буквально 400 монет. Говорит, не убивайте меня. Его простили. Ну, 25-16 в итоге, да? То есть у нас было еще 20-15. Сделали 5 фрагов, ребята, из зефир. Потеряли только одного. Вот что, ну, демона как раз они потеряли. Ну, вот, впрыгнул Блиц Дота на Эва. Сейчас, кстати, можно отъехать. Начает Бейдмейл. Кори ворвался на Эва. Эва дал фисурку, но умирает сам. Окей, продолжаем смотреть. Это элитный папчик. 21-ая минута встречи подходит к концу. Давит со всех сторон, ребята, из зефир Дота. Не мешает им пуш. Не мешает им вообще никто. Кори снова впрыгивает на Фокса. И изничтожает его. Даблкил делает Кори. Ну, стоп, в принципе, рады, наверное, зрители, которые смотрят эту трансляцию через Дот ТВ. Таковая же должна идти. Смотри, смотри, ты грунт. 28 тысяч, да. Даже примерно столько же, сколько решающий матч на параллельном стриме. Ну, потому что, потому что здесь папчик, потому что здесь много фрагов, потому что здесь много шмотки падает. Вот, так что, всё окей. Так, заходит нас Абенджер. Купил, кстати, себе Огрклаб и ПТ после Шадо Блейда. Тут, опять же, тот самый пацан, который будет фармить себе шмотки и потом может даже затащить. И Нинджабуки, как я и говорил, ничего себе новой шмотки не покупает. Хочет и фармить, видимо, себе на даггер какой-то. 1600 у него денег есть. Рушекер у нас терпит тоже до даггера. Так, ну давайте взглянем на графики. Я, правда, не знаю, в чём смысл, но вот 7000 в плюсе вроде как зефиры ведут. По XP ведут они тоже около 7000. В целом, например, дадидактовые графики получаются по XP и по голде. Да, и ЕС нафармился, пинатагер окей. Ну и Блиц пытается выформить себя Аганим. Сексибамбус Аганим. Может, тоже бегает. Постоянная форма у него теперь. Может призывать к себе тиммейта, может нацепать, может отбластовываться. Да много чего он интересного может демонстрировать. Главное, конечно, что он обхиливает всю пачку крипов, да и только своих тиммейтов, которые подставляются ещё под этот иллюминейт. Так, затяните буги в инвизе, двоих палят здесь, и Абенча сможешь ли что-то продемонстрировать. Тяните буги. Амьелнир уже появляется, кстати, у Кори. Очень серьёзно. Так, СФ подставился, спалился. Шаддоблейд прячется, Блиц врывается. Пытался в инвизе достать нас здесь СФа. И Шаддоблейда, за счёт того, что он персек с колом пытался подцепить, двигает Блиц. Так, получает пару тычек. Ниджа буги тоже здесь, сейчас будет просто кушать, пытается кушать. Кори сюда тоже подтягивается, инвиз адмирада пошёл, Блиц живёт. Там куки какие-то непонятные, в итоге отъезжает нас, лучше отъехал так же у нас. Сларк, ну и Блиц остался здесь, с Квилинблейда не проговорит пока об Энджо, не хватает ему. Ой, что делает? Что делает? Что делает Блиц? Что делает Блиц? Он просто отъезжает. Ну, Мао пишет, да, но он хотел зацепить, видимо, СФа, и через Берсикол его забрать, потом через Квилинблейд, но промахнулся. Окей, 2 в 2 раз в ментах, на середине Котл против Эвэ, Эвэ. Он даёт раз каст, а сейчас может даже ультать, а ульту он уже потратил. Не получится ничего сделать. Врывается БиДжи 0-1, Сексибаба пытается жить тоже. Давай ТП-аут, и сбить нечем ТП-аут, боже, у двух станнеров команды и просто нечем сбить ТП-шку у Котла. Это беда какая-то. Это просто беда, после такого можно наливать. Ну и 24-ая минута встречи. Вот видите, 200 пенантов уже есть у Зефир Тота. Есть один пенант, болеет за эту команду, конечно, переживает. Ну, Зефиры, кстати, вы знаете, могут выиграть ещё одну карту, они вот в предыдущей карте обыграли Сайвз. Ну, посмотрите, он просто кушал Мирану и получил после того, как ел её, притык прям Эрроу и умер. Этот нинджабуги, конечно. 1400 монет. Я понял. Так, Бит-01 ворвался. Смотрите, Йоасина. Хватила реакция Йоасина, чтобы прожать лип-аут. Уходит. Там Кори тем временем. Развлекался с ССФ, МСФ решил от него подальше уйти. Всё-таки Кори это такой себе персонаж. Купит гемы, вообще проблем никаких не будет. Там Курьер пытается уйти. Кори до конца за Курьерчиком. А, ещё одну тычку бы дать. Но уже не достанет. Ну что, Абенжи, купил ли себе БКБшечку? Нет. А, вот-вот, он не долетел до него БКБ, да, Курьеры ещё не перехватили. Надо добраться до базы. Как добраться до базы, вопрос. Слоты все заняты, ТПшку не купишь, а проход до своей базы мешает, вот, закрывает ребята из ССФ. Абенжи хотел дать. Натасли ульту Абенжи. Смотрите, сейчас будет ультовать. Прям впритык, прям на! Ноль дэмэджа просто в неё. Смотрите, прыгивает Кориер, собрали СФ. Такой трэш, просто трэш. У меня нет слов. Что происходит в этой доте? Нереально. окей, 31-19. Исполнение, конечно, у Икстена потрясающее. Что своих героев, что этого пика. Блиц нос. Кажется, он фармит себе свой аганим, осталось 1400 монет. Фармит, видимо, лиса. Противников фармить, наверное, удобнее, но не с своей команды он, видимо, бегает. Было бы своей командой, было бы, конечно, попроще. Так, бежит Кори. Ну что, пытается, наверное, подпушить тавер, всё-таки, я правда не знаю, получится у них это или нет. Нужно предварительно провести какой-то хороший файт, убить пятерых, только потом можно будет сидеть в сторону. Ни-джабуги! Снова хук мимо. Кори, форстафует его, пытается прыгнуть. Так, бежит 0-1, на перерез, врывается акс, срезал бежит 0-1. Берсиккол, Эво, в двоих прыгнул, в принципе, неплохо, даёт фисурку, и хорошо на этот раз. Луч. Когда противник встанет, конечно, попадать с хуком можно. 1-2-1 размен, Мирана вынуждена сделать байбэк, блиц, бэбэ. Пошла улетать с ковров мейджа, прям никуда абсолютно. Бенч выходит, под бледменом даёт 2 удара, 3 удара дал, пол хп потерял, красавчик. Кори подставляется, Кори тоже умирает. Непонятный был Паунс, умирать будет ещё и СФ, пытается мэджикмандами спасти, здесь Даггер, наконец, появляется. Ой, хороший хук, исполнини джебуки, уже 2 хука подряд. Взрывается Блиц. Ну, тут такой-то интересный Брессиккол с плюс вот это вот отталкивание, собственно, от котла. Блайндинг, лайт, взаимосключающие 2 спела. Но пытается продолжать соскать, это драк, иллюминает залетает, приговаривает, видим, секси-бамбующего ЕСа. Форстафы, липы, ниндзя-буги идёт дальше, не включает рот. Опять же, эти Блайндингсы. И мансует секси-бамбу, единственное, осталось в живых, даёт эллиминаеты по кулдауну. Кстати, есть у неё Вейл в дисках. Ну и Пуштадаггер врывается, кушает секси-бамбу, дабл-эдж, станчик, и разобрали секси-бамбу. Ну, короче, я не знаю, ребята, ну тут просто полный флэш, как же происходит. Зефир пишет, ну да, ну да, типа вы выиграли этот замес, мы ещё вернёмся, в таком ключе. Полная садомия. Я вам настоятельно советую, дорогие друзья, посмотреть параллельный ещё матч, который будет... Идёт параллельно, там Орендж, по-моему, с кем-то играют, с Мифтрастом или с Минесским, потому что там действительно решается судьба обеих команд, пойдут они в плей-офф или нет. Ну а здесь, ну здесь просто трэш происходит, такой элитный папчик. Эту игру, вот тут нужно смотреть, эфир против XTN, уже через DotaTV, там, потому что шмотки там выпадут и так далее, потому что у нас за 28 минут было сделано, получается, суммарно 60 фрагов. Ну, вы понимаете, да? То есть, мультикилы, даблкилы и прочее included. Естественно, шмоток падает очень много. Ну что, в Ниджебуге занял, опять же, свои позиции, для того, чтобы сейчас варваться, дать какой-то потрясающий хук. Мид хук. Не достал, не получилось. Ну что, Кори, Огр Клаб себе приобрел, ну, его уже сливают, все-таки не чувствуется, если его под фокусом каким-то стоять, да? Какие-то там станы залетают от битч-01, от ЕСа, конечно, и поэтому свой ДПС он не вносит в замесе. Поэтому нужно выживаемость туда добавить. А Бенжи у нас? Ну, в принципе, Requiem of Souls есть, но не хочет он врываться в секси-бамбу. Ну, знаете, этот котл не самый слабый сейчас на этой карте. С Велодискардом, с Агонием и с Рэнкфилд Буцами. Хоть и 1300 хп, но все равно, конечно, многое делает. Кори подпушивает низ, но, в принципе, этот ритавер подпушили, получается, на 40%, на 30 даже, наверное. И надо еще парочку раз пробовать зайти. на противники не дают и сопротивляются. Ну, что, охота Рошана. Один Фирдота. Решили сперва Айги забрать для Асларка. Ну, в принципе, тоже правильно. С Айги с Маном попроще будет. Иллюминает от Секси Бамбу, отпушивает линии. Ну, ему фармить проще всего. Вот, очень интересно, смотрите, он нафармил 103 крипа, топ-4 кайсер на карте. По Нетворсу он топ-4, кстати, тоже. Видимо, что он немножечко отстал от Блиц-нота. Кори рядом, ну, и, смотрите, топ-1 по КСФ, но он пытается. Он говорит, камон, камон, да, гоу траться, пишет. Это, говорит, моя команда драться не хочет. Трайхардс, да-да-да-да-да-да, ну, в таком ключе у нас протекает эта карта. Акс поднимает с себя Игисов и Мортал. Купил себе, кстати, Аганим. Готов. Он просто избивает своего оппонента. Ну что, по миду пойдут. По миду пойдут. Кори у нас не нафармилась печная БКБ. Ничего нового не появляется у Зефиров. Тут госкептеров Фейзи есть также Форстаф от Йоси на Номеранке. Так, с спины будет Нинджа Буги заходить под Энвизом. Кстати, зацепили здесь Фокса. Фокс моментально минусуется. Нинджа Буги выходит. Из Энвиза зря он это сделал. Ловит он. Ловит его в Дисрапшн. Эрроу залетает точно под камингу. Солкетчер минусует его тоже. Блиц ищет противника. Блиц. Пытается ворваться на бит-жи-0-1. Ворвался. А Бенжи будет кастовать свой ультимейт. Requiem of Souls. Ловит под Блэйд Мэйлом Requiem of Souls. Такой трэш. Сам просто умер с фейзи ультимейта и его прыгнул. Да ладно, разорвал лицо мы видим Кори. Чуть бы он не убил Сокси Бамбу, но правда подставляется от Мираны. Ну и блядь, с Дотой единственный, кто остался в живых и всех изничтожает. Вот это, конечно, Requiem of Souls. Mask of Madness купил себя, окей. А, Биджи-0- точнее, у XCTN'ов он один из топовых игроков. Ну, пытается тащить свою команду вперед. А здесь просто Ninja Book'и на ПГ. 9-9-9, кстати, у него стат, смотрите, очень интересный. Достаточно количество фрагов сделал. Ну, потеряли два тамого ребят из XCTN. Покупает себе Ротов Атос. Keeper of the Light. Репорт SF 2. Да, да, ну, действительно, Репорт SF. Сколько у него ХП? Сейчас посмотрим. Йолло-плеер. Ну, SF 1400 ХП. Вот он, ну, не знаю, Блэдмейл, ему все ХП сорвал. Не жаль, такой хороший дэмэдж у него был с Requiem of Souls. Потрясающе. Окей, окей, смотрим дальше. Котл, прежде, ему задувает противников прямо под Татри Тавар. Разбежались, правда, тиммейты у Зефир. А, они по Топлой решили пройтись. Последний, где же Тавар остался, его нужно догрызть. Мирана покупает себе Даггер, Худу в Дефенсу у Акса, очень плотный, конечно, Такс. Кори все-таки Сэнч собрал, не БКБ. Ну что? Давай, смотри, это Буджа. Где Хук? Пока Хук не дает. А, получает еще и Минус Ману, впрыгивает наскоре, сцепили Эва, ультимейт скобра в Мейджа, рассказ пошел от Китау, вроде бы неплохо дерутся, на самом деле, правда, плейт мейл, весь этот прокаст. Блиц подхидался, Ниджа Буги ворвался, куда же ты ворвался-то? Получается медление, Рота Фатас, и Ниджа Буги тоже отправляется в таверну. Минус один пока. Атаксы все убегают, а сейчас прыгнет. Фокса он видит, надо бы влететь на Фокса, уже получше. Скобра в Мейджа отъехал, Кори пытается жить, Кори умирает так же, один в два пока размен. На беженалете, скорее всего, тоже погибнет, дает стан. Туда Бейджа, получает дисрапшн. Блиц будет его стягивать, на персэксколл есть. Влетает Эва, и Блиц убивает. Убивает абсолютно всех, тут минус четыре получилось, байбэк от СФа. Ну и загрызает от Ритауа, наконец-то им удалось идти на хэкграунд и снести что-то. Неа Бейджа, без ульты пока. Хочет кого-то он забрать. Молния, кто-то у него отлетела, могли спалить. Но гема нет, и без гема играют, в принципе, и так пойдет. Падают бараки, у ребят из XTN, зефиры идут к своей второй победе, второй победе подряд, в принципе, не закончат. Эта квалификация с счетом 3-6, ну а XTN с счетом 1-9, по-моему. Нет, 1-8. То есть, в 9 матчей, можно сыграть каждую из команд, 1-8 они будут. Так, ворвался биджи 0-1, вовремя, Блиц, дает Берсикер Скол, и биджи 0-1 успевает дать прокаст от Фокса, снова ультимейт, а Скорофф Мейджа уходит в никуда. Флэр, и заглазает на 3-тауэр. Перемещает сразу, да, у нас тут хороший хук, наконец Кори, пошел Кори, на развороте будет еще драться, цепляется в этого ниджа буки, убивает его, а Бэдж пытается задать шаду демона, там Форстафи, Форстафи просто уходит. И, конечно, здесь не отдадут. Шаду демона, качается БКБшечка у нас УСФ, и получает Ротафата, замедляется, Блиц его снова стягивает Персикер Скол. Ультимейта не хватает, точнее манной ультимейт не хватает Блицу, но в принципе и так разорвали. Ну что, минус 4 в очередной раз, там были сделаны байбэки уже, видим, что байбэка у командных стен вообще нету, ну и пишет репорт. Вот так вот. Ну и сейчас пока 48-28, очень много фрагов было сделано, но они рекорд, наверное, не побьют. Рекорд, по-моему, 80 с чем-то, что ли, фрагов было сделано за игру. Они пока 76. Да, если сносит еще нижнюю сторону, это КГВП, победа будет за ребятами из Zephyr Dota, но опять же, эта игра ничего не значит. Zephyr свое выступление закончились, ровно так же, как и Сен. От Zephyr ожидали, вершин это побольше, они были весьма неплохи, когда ездили в Корею и представляли более-менее такую дотку. Сейчас, конечно, играют они на уровень хуже. Ну, вот, пытается кончить эту игру, вымирает нас поочередно, что ЕС, что СФ, выцепили еще и Ninja Boogie, врывается BG01. Эро! Под ротов Аттас, конечно, в Ninja Boogie, отправляет его в таверну, BG01 у нас дает свои раскасты, там Питц, но его перекрывает дорогу здесь Блиц. Блиц, конечно, отыграл просто превосходно. Ну что, минус 5 в очередной раз, опять же, веселенький чат у нас там протекает, лига, написали ребята из XTN. Наверное, стоит поблагодарить обеих команд за участие в этой квалификации. Свою игру они уже закончили и мы будем ждать исходов других матчей параллельно, чтобы знать, будут ли у нас таймбрекеры или не будет. Ага, ну вот, решается одна переигровка будет у нас или три переигровки с участием трех команд, наверное, с участием двух. Ну ладно, дорогие друзья, так что переключайтесь на StarLandro 1 канал, мы туда, наверное, позднее ворвемся на параллельных каналах StarLandro 2, StarLandro 3, и StarLandro 4 трансляции уже закончатся. Всем спасибо за внимание и всем пока!